В эфире новости Казахстана. В студии КАПлюс Алексей Рыблов. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Два дня дали депутатам, чтобы покинуть стены Можелисов. Президент Назарбаев обещал подумать над прошением самораспуститься в Нижней Палате. В бастующий же Наузен приехал вице-министр труда и социальной защиты. На встречу и, наконец, заговорили о создании примирительной комиссии. Жители Тараза потребовали объявить 15 ноября днем траура по погибшим в теракте 12 ноября. Глава региона оказался неуполномочен решать такие вопросы. Защита Мухтара Джакишева не доверяет всему составу Сырой Аркинского суда Астаны. Об этом адвокат экс-главы Казатомпрома Палада Тепсаева заявила на предварительных слушаниях по новому уголовному делу. В связи с тем, что мы сомневаемся, что дело будет рассматриваться объективно и что все решения будут объективными, поскольку этот же суд ранее выносил обвинительный приговор. Напомню, Мухтар Джакишев уже более двух с половиной лет отбывает наказание по другому уголовному делу в одной из колоний строгого режима. За присвоение чужого имущества и получение взятки в крупном размере в марте 2009 года этот же суд Астаны приговорил его к 14 годам лишения свободы. Новое дело засекречено. Его более двух лет расследовал комитет нацбезопасности и только месяц назад передал в прокуратуру. В чем на этот раз обвиняется экс-президент Казатомпрома, не знают ни его адвокат, ни супруга осужденного. Ранее сообщалось, что Мухтар Джакишеву инкриминирует мошенничество в крупном размере и присвоение вверенного имущества. Впрочем, ни сам экс-руководитель нацкомпании, ни его близкие не согласны с дополнительными обвинениями. Супруга осужденного по-прежнему беспокоит состояние здоровья мужа. Добавлю, в отводе стороне защиты было отказано. Здоровье у него все так же, то есть оно без изменений, то есть периодически у него поднимается давление. Вот я сама это не рассветила. Ну и так же, как ты и раньше, так вот я просила оказывать какую-либо медицинскую помощь, то есть об этом отказом. И в общем-то все продолжается на так же уровне, как и было дальше. Продолжение следует... В СМЕ 53 депутата привели ряд аргументов в пользу досрочных выборов и распускам жилиса. Но главное назвали близость второй волны экономического кризиса. Судя по растиражированному пресс-службе президента видео, Нурсултан Азарбаев, похоже, согласен с этими доводами и не против распустить палату. Правда, с соответствующим указом решил повременить. Тот кризис мы преодолели, можно сказать, с честью. Одним из лучших программ преодоления кризиса мы осуществили. Но и к следующему мы, естественно, готовимся. И если в следующем году это случится, будем надеяться, что не случится. Но если это случится, и если это сойдет вместе с электоральной компанией, то осложнится работа руководства страны, правительства и регионов по этому вопросу. Депутаты учитывают этот фактор тоже. И обоснования все, они естественные и нормальные. Четвертый по счету Роспуск в законодательном органе может обогнать по количеству вмешательств главный закон страны. Как известно, в Конституцию вносили поправки трижды в 1998, 2007 и 2001 годах. После изменений в 2007 из-за нее исчезла одна из статей. Как раз о том, при каких условиях потенциально строптивых депутатов можно распустить. Конституция Республики Казахстан предусматривает случай прекращения полномочий парламента. Конституционные и обычные законы не могут предусматривать другие случаи прекращения полномочий парламента. Право распуска парламента предоставляется только президенту. Своё право президент осуществляет в следующих случаях. Выражение парламентом «вотум и недоверие правительству», двукратного отказа парламента дать согласие на назначение премьер-министра политического кризиса в результате непреодолимых разногласий между палатами парламента или парламентом и другими ветвями государственной власти. В кризисные моменты в демократических странах ответственность возлагают на правительство, а в постсоветских разгоняют парламент, говорит известный правозащитник Евгений Жовтис. Идею о самороспуске Мажелиса он считает политтехнологическим шагом и на перестройку политического поля особенно невлияющим. Эксперт напоминает, согласно последней версии Конституции, причин для распуска уже нет. Оставлены лишь ограничения. Те немногие случаи, когда страну нельзя лишать законодательного органа. Конституция содержит случаи, когда нельзя распускать парламент. Там нельзя распускать парламент в менее чуть-чуть шесть месяцев после выборов. Нельзя распускать парламент раньше, чем через год после предыдущего распуска. И там, по-моему, при чрезвычайном или военном положении. Поскольку этих всех трех случаев нет, то, соответственно, распуск парламента абсолютно находится в компетенции президента. То есть он должен проконсультироваться с председателем палат и с премьер-министром. Но решение принимает президента. Между тем, намеченное на среду, 16 ноября, заседание Можилиса отменено, сообщает Пресс-служба аппарата Нижней палаты парламента. Депутат Бахат Сыздыкова в своем твиттере объясняет тому причиной подписания указа о распуске депутатов. В отсутствие официального оповещения, эту новость журналисты и общественность узнали от Можилисвумен. Сыздыкова была единственным источником информации из законодательного органа. Чирикола целый день. Ну реке, кстати, сегодня косу расплела и волосы распустила. И парламент распустили. Нам сказали, что депутатам дадут два дня на то, чтобы вещи собрать и покинуть кабинеты. Говорят, указ президента только что о распуске вышел. Партия ОСДП Азад еще не знает ответа, готова ли она присоединиться к собранию представителей гражданского общества и активистов демократических сил республики, на котором планируется обсудить действия во время электоральной кампании. Его назначили на 24 число. Напомню, письмо 16 с призывом провести в 10-ю годовщину демократического выбора Казахстана подобное мероприятие, посвященное предстоящим выборам в парламент, опубликовали на прошлой неделе. Но до сих пор, что председатели не выработали единой стратегии в этом вопросе. Между тем, на юге Казахстана социал-демократическая партия ОУЛ провела заседание Политсовета на повестке дня подготовка и участие политорганизации в предстоящих парламентских выборах. В любом случае, пройдем ли мы, не пройдем ли мы, как там будет административный ресурс работы. Мы, если должны идти, как будем идти? Пойдем на выборы? Пойдем. Несмотря на уверенные заявления, ОУЛовцы признались, финансовое положение партии затруднительное и вряд ли хватит средств на обширную предвыборную кампанию. При этом партийцы уверяют, следующий созыв должен быть многопартийным, а депутаты должны представлять интересы самих различных слоев населения. Новый парламент обязан уделять внимание сельскому хозяйству, подчеркнули на заседании. ОУЛовцы также сообщили, что готовы с удовольствием делиться аграрными идеями, даже если их представители не получат депутатского мандата. У нас был однопартийный парламент, и все видели, что это нонсенс, не только в 21-м и 20-м веке. Мы, страна, сегодня с развитыми капиталистическими отношениями, происходит расслоение в обществе, и по имуществу расслоение есть, и богатые, и бедные. И, к сожалению, есть расслоение межнациональное, и расслоение есть внутриэтническое. Поэтому сегодня власти, как никогда, надо эти противоречия знать. О смехотворном парламенте и страшных терактов гражданские активисты слагают стихи. Грустной иронии и жестким сарказмом отдает творчество Галыма Агилеева. Размещенный накануне в интернете ролик посмотрели уже около 150 пользователей. Получается, что сама власть за все эти годы породила то, что есть. И ссылки на то, что нужно проводить сейчас выборы, а не потом, в силу того, что какие-то события. Получается, каждая власть может сама инспирировать эти события, а потом оправдывать свои действия тем, что нужно срочно провести. Именно сейчас они по закону. На творение поэта подтолкнуло жизнь. За перо он не брался уже много лет. Каждое стихотворение писал буквально на одном дыхании. Еще немного времени потребовалось на техническую обработку материала. В строчках злободневность казахстанских будней, забастовки нефтяников на западе Казахстана, безработицы и теракты. Общественник рассуждает, за 20 лет независимости он ни разу не наблюдал честных прозрачных выборов, которыми бы могла гордиться страна. Это, среди прочего, и порождает упадническое настроение среди населения. На его взгляд, открытые выборы, которые власть провела бы в срок и по закону, могли бы воодушевить казахстанцев, уберечь людей от радикальных действий. В стране выборы опять. Будем куклы выбирать. Президентских поиграли, весь народ тогда согнали. И набрал тогда бастык. Культы личности достиг. Руководство все рисует, а народ теперь бастует. Позабыли про народ. Разве мы из грязи в князи? Интеллекта узкий лоб. Почему тогда родная моя родина не жнет? Не работает, не пашет, вечерами не поет. Сердце родное сжимает, а вокруг опять тоска. Но ведь нету производства. Только партии пока. Мы идем за Нуратаром, за Акжолом в темный путь. Просто бегаем по кругу, продлевая эту жуть. Конкуренции не видно, кандидаты хоть умри. Всем ведь все давно понятно. Лидер нации, свети. И поют марионетки, и толдычат избирком. Сто процентов нарисуйте. Мы в болоте под дерьмом. Никого не выбираем. Песен светлых не поем. Снова сопельку пускаем. И тихонечко бредем. Как сообщается по некоторым данным, выборы назначили на 15 января. Это стало только что известно. Но Аглыма Гилеуов не раз был в бастующем Женаузене и оказывал посильную консультационную помощь бастующим нефтяникам. Накануне в город приехал вице-министр труда и социальной защиты Казахстана Баужан Нурумбетов. Он встретился с нефтяниками Узен Муна и Газом. По его словам, он приехал в город обсудить социальные проблемы Женаузена. Первая встреча прошла в понедельник. На ней вице-министр предлагал новые рабочие места, но нефтяники категорически отказали ему. Сегодня на встречу пришел заместитель областного Акима Мангельда Айткулов. Также участвовали сотрудники прокуратуры. На встречу юрист бастующих нефтяников Каражанбас Муная предложил создать примирительную комиссию. По словам Александра Пястовала, чтобы решить дилемму по поводу работы, нужно для начала, чтобы работодатели и работники пришли в суд и заключили между собой мировое соглашение. Только после этого примирительная комиссия может начать свою работу. При этом до начала работы комиссии работодатель должен снова принять на работу незаконно уволенных и выплачивать требуемую зарплату. Нефтяники Уакима области и вице-министра труда в первую очередь просили узаконить согласование и на переговоры провести работодателя. И еще бастующие в Женовзене сегодня приняли решение о выборе своего юриста в лице Александра Пястового. Зам Акима области Амангильды Айткула в конце затянувшегося на два дня заседания пообещал поспособствовать созданию примирительной комиссии. Мы завтра утром в 10 часов приходим сюда, даем список нашей примирительной комиссии, наших трудовиков, экономистов, но это будет только завтра. Столичные спасатели решили перекреститься после грома, вернее нового взрыва в Таразе и успешно провести учения в одном из столичных отелей. По сценарию горничные обнаруживают там подозрительный предмет и вызывают экстренные службы, а в кулуарах правительства несколькими часами ранее обезвреживают другую бомбу, информационную. Главные полицейские стороны впервые комментируют обстоятельства кровавой бойни, разыгравшейся в минувшую субботу в областном центре Жамбульской области. А министр труда заверяет журналистов, что семьи погибших от рук террористов не останутся без внимания властей. Подозрительный чемоданчик стал причиной эвакуации обитателей одного из столичных отелей. Экстренные службы прибывают по первому звонку, оцепляют место ЧП и активно исследуют взрывное устройство. Правда, в планах чений авторы не прописали, кто, где и когда должен обезвредить ложную бомбу. Представители охранной службы отеля не скрывают, тревогу восприняли не как учебную, и они действовали по установке силовиков. В связи с последними событиями в нашей государстве вполне возможно, но мы к этому готовимся, к этим событиям. Постоянно мы лично тренируем, постоянно проводим занятия, обращаем внимание на наших гостей, которые приходят, кто проживает. Под последними событиями подразумевается кровавая бойня в Таразе, в результате которой от рук смертника погибли семь человек. Сегодня лишь на пятые сутки после ЧП его обстоятельства в кулуарах правительство буквально на ходу комментировал глава МВД, под личным руководством которого, как известно, расследуется громкое дело. Это живой человек, общался где-то, есть вопросы, сейчас разбираемся. На сообщники установлены были ли они? Еще раз повторяю вам, разбираемся сейчас. Следствие только началось. Неужели за эти дни вы не смогли установить? Почему? Есть установлены. Есть вопросы, которые для общественных. А, то есть, собственно, что вы установлены? Да, конечно. Мы сейчас работаем над этим вопросом. А его причастность к солдатам Халибада рассматривается? Сейчас полностью исследуем все вопросы. Конечно, и эта версия не исключается. Докладывая весьма дозированно о подробностях взрыва, главный силовик то и дело ссылался на поручения главы государства. Его коллега, министр труда и социальной защиты Гульшара Абдукаликова, тоже заверила, все семьи без вина погибших людей получат компенсации. Компенсации в основном там военные, то есть по силовым структурам есть законодательство через Министерство внутренних дел и компенсации с смертью, похороны. Также, если есть несовершеннолетние дети, все это законодательная основа имеется, будут назначены. А еще двое гражданских? А в гражданском тоже мы рассмотрим. Тем временем казахстанцы задаются другим вопросом. Почему в стране не объявили национальный траур? Переадресовать его правительственным чиновникам журналисты сегодня не стали. Пометуя, похоже, о том, что накануне, на совещании Кабмина, здесь не сочли нужным даже выразить соболезнования семьям погибших. Жанна Иманалиева, Саки Найсенов, Астана, Казахстан. Действия Максута Кореева, который подорвал себя в Таразе и убил семерых человек, противоречат канонам ислама. По словам главного имама центральной мечети Тараза, это преступление нельзя отнести к джихаду, как его успели окрестить в Генеральной прокуратуре. Священнослужитель уверяет, совершение столь тяжких преступлений, попытка прикрытия их борьбой во имя Аллаха – показатель религиозного невежества. Джихад, если верить словам главного имама, это борьба с неверными. Тогда, как от рук Кореева погибли мусульмане. Более того, мирные люди. В Коране слово «джихад» встречается 35 раз, лишь в четырех высказываниях речь идет о войне. По священной книге джихад это прежде всего духовная борьба с самим собой. Также представитель муфтията усомнился в том, что Кореев советовался с кем-либо из религиозных деятелей. Если бы это произошло, то он бы не оступился с верного пути, утверждает священнослужитель. Впрочем, главный имам допускает, что перед совершением теракта Кореев мог советоваться с представителями сомнителей религиозных группировок. Сейчас в народе ходят разные слухи о том, что этот человек приходил в мечеть. Может и приходил. Но мечети предназначены для молитв. Ни один имам не скажет, иди на джихад, принеси себя в жертву во имя Аллаха, поторви себя. Так ему никто не мог сказать. А то, что он пошел на такие действия, это следствие влияния посторонних людей. Жители Тараза, которые пережили страшный день 12 ноября, предлагали властям объявить сегодня траур. Однако местная администрация принимает такие решения неуполномоченно. Отдать дань памяти решились разве что пользователи Казнета в социальных сетях. А сами таразцы, судя по опросам на улице, мягко говоря, в шоке от произошедшего. Вот как они отзываются о событиях той субботы. Это терроризм. И, конечно, надо внимательнее относиться ко всяким вот этим религиозным всяким объединениям. Уже страшно за свою жизнь становится. Ну, думаю, террор. Все-таки везде об этом говорят. Вчера буквально все пустые магазины были. Так что люди напуганы. Напуганы. И никто не верит, что это был один человек. Это однозначно. Очень неприятно осознавать, что ты находишься в зоне беспокойственного, что ли, социального окружения. После взрыва можно сказать, что, конечно, беспокойство есть, конечно, неприятно. Понятно, что это трагедия, что это очень-очень плохо. Ну, переживание, конечно, есть. Это очень неприятно было, что в нашем городе считается спокойный город, и такое произошло. Наверное, это преступление. Причем очень жестокое преступление. Я думаю, что это террор. И я думаю, что это вот те далекие угрозы, которые были, они исполняются. Мне кажется, так. Наверное, обычное преступление. Какой-то придурок. Предполагаемый террорист-смертник или джихадист, как окрестили Максуда Кореева в Генеральной прокуратуре, 12 ноября совершил буквально невероятное. С половины одиннадцатого до часу дня, разгуливая по городу Тарас, угоняя автомобили, грабя и убивая людей, так и не был пойман правоохранительными органами. Мы попытались восстановить передвижение смертника, согласно данным ДВД Жамбульской области. Все началось в 10.30 в первом микрорайоне. Там Кореев, как утверждает следствие, угнал автомобиль Мазда и двинулся на нем в сторону оружейного магазина «Маке» на улицу Кызебек-Би. Ушил ограбление, убив охранника и случайного посетителя, завладел оружием и боеприпасами. Далее на авто двинулся в сторону магазина у дяди Вити по улице Прманово. Мазду бросил по дороге, угнал другую машину ВАЗ-21099. На ней поехал к себе домой, где, возможно, в этот момент и захватил с собой гранатомет РПГ-26. Заметил за собой слежку. Ниже улицы Байтурсынова, прямо из автомобиля, расстрелял двух сотрудников департамента КНБ, которые следили за ним. Около полудня Кореев в районе улицы Лукманово убил еще двоих, теперь уже полицейских, и завладел их табельным оружием. Далее преступник двинулся в центр города к зданию ДКНБ, выстрелив дважды и один раз из гранатомета по департаменту чекистов, спустился до драмтеатра, где бросил автомобиль и пошел пешком. В 12.45 его начал преследовать конный патруль. Кореев вновь выстрелил и ранил полицейского его лошадь. В час дня на пересечении улиц Абая-Кызыбекби Кореев начала преследовать дорожная полиция. Завязалась перестрелка. Капитан Байтасов набросился на преступника. Тот привел в действие взрывное устройство. Оба скончались на месте. Каким образом одному человеку удалось преодолеть такой путь по городу, совершив столько преступлений, убив людей? Силовики ответ не дают. Сообщают лишь, что действовал Кореев в одиночку. По спецоперации в Таразе можно судить об уровне профессионализма отечественных спецслужб. Теракт должны были пресечь, убежден ветеран афганской войны, президент Союза ветеранов «Боевое братство» Сергей Машевич. По словам эксперта, угрозы религиозного экстремизма существовали и в бытность Советского Союза. Однако тогда силовики умерли держать ситуацию под контролем. В другие времена проблем достаточно много было, но такие попытки пресекались заранее. Для чего были предназначены спецслужбы? Для того, чтобы знать и пресечь попытки теракта прежде всего. В свое время в Комитете государственной безопасности было 5-е управление, которое занималось не только диссидентами, как раньше говорили, которых даже в Советском Союзе достаточно мало было, оно как раз занималось и религиозными объединениями, и достаточно серьезно. Ветераны афганской войны вновь выступают за принятие документа, который бы защищал их права. Сегодня в Алматы около 30 членов Союза ветеранов Афганистана прошли пешим маршем от парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев до офиса партии «Нур-Атан». Единый статус должен быть, во-первых, участник войны. Любой человек с оружием в руках, который будет защищать или защищал интересы Родины, он должен подпадать под этот закон. Он должен уже быть участником войны. К ветеранскому маршу власти отнеслись лояльно, и в несанкционированности акции никого не обвинили. «Нур-Атан», услышав от афганцев упоминание партийной акции «Глаз народа», тут же внесли визит воинов в собственный зачет. Ветеранам же главное, чтобы политическая сила поспособствовала принятию законопроекта. Как сообщил лидер Союза ветеранов Афганистана Мурат Абдушкуров, закон лоббировался 10 лет. До настоящего времени интернационалисты приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. Но что будет, когда последних не останется вовсе, спрашивают афганцы. Их организация разработала свой документ, и сегодняшний марш – это способ донести до будущего лидера парламентской гонки, что в стране нужен закон об участниках локальных войн. «Нур-Атани» демонстрировали всяческую поддержку таким избирателям. Этот вопрос у нас не раз обсуждался. Мы о данном законопроекте вместе с вами обсуждали, и мы поддерживаем. Для нас эта акция очень важна. Почему? Потому что эта акция выполняет роль коммуникационного лифта, который поднимает идеи и проблемы с самых низов. Поэтому вам спасибо за то, что вы организованно пришли отстоять свою позицию. На юге Казахстана от бешенства умер двухлетний ребенок. По словам очевидцев, бродячая собака напала на мальчика, когда тот играл у себя во дворе. По данным ведомства с укусами лица и шеи, мальчик был доставлен в инфекционную больницу Шумкента из села Карабастаус Айрамского района Южно-Казахстанской области 9 ноября. Ребенку был поставлен диагноз бешенства. Вечером 10 числа двухлетний Есен скончался. Это пятый случай с начала года. 9 было в прошлом году. Еженедельно с укусами бродячих собак в медпункты Шумкента обращаются в среднем по 100 человек. По словам медиков, главная мера не заразиться бешенством – это вовремя получить вакцину. В случае с двухлетним малышом его не смогли спасти даже при оперативном обращении, так как зона укуса находилась слишком близко к головному мозгу. Была обширная рваная рана в области лица, носогубного треугольника, подбородка. И поэтому я думаю, что сосуды носогубного треугольника идут прямо к основанию головного мозга. И тем самым ускорился процесс заражения бешенством. Сегодня в Алма-Ате сотрудники полиции Бастандырского района задержали членов молодежного клуба «Рухпентель» при раздаче листовок. У них были приглашения участвовать в заседании дискуссионного клуба. Молодых людей продержали в РУВД в течение трех часов. После отпустили. Сотрудники правоохранительных органов отказались от каких-либо комментариев. По словам задержанных полицейских, заподозрили, что в листовках якобы может содержаться информация, которая разжигает социальную и межнациональную рознь. Сами активисты полагают, что их задержание – это заказ сверху. Это может быть заказ. Сотрудник полиции нам сказал, что он должен нас привезти в отделение. Если честно, по этой улице, где мы стояли, раздают всякие рекламные листовки. Но мы никогда не слышали, что задерживают и проверяют таких людей. В Алматы состоялось первое досудебное слушание по жалобе Агентства журналистских расследований «Намыстан» на действия судоисполнителя Бекмурзаева, который участвовал 17 октября в опечатывании офиса редакции. По мнению ИСЦА, директор продакшн-студии Лины Ждановой, судебный орган не предоставил пять дней сотрудникам, чтобы подготовиться к переезду. Как мы сообщали, суд приостановил эксплуатацию офиса, потому что входная дверь расположена не так, и вообще он размещен в жилом доме. Руководство Агентства журналистских расследований посчитало, что перестраивать помещение вправе только арендатор и расторгло договор. Впрочем, отсутствие нарушителей не явилось аргументом для судоисполнителя. Когда его попросили снять печать, чтобы можно было подписать акт приема передачи, тот отказался. Следующее заседание состоится в Бастандыгском районном суде 7 декабря. Полиция Мангестаусской области под разными предлогами отказывается предоставлять журналистам видеопортала «Станки.Из» информацию о ходе следствия дел об избиении их коллег. До настоящего времени все попытки взять комментарии в местном полицейском департаменте оканчивались провалом. По словам юриста интернет-портала Натальи Сартбаевой, если так пойдет и дальше, то независимая СМИ будет вынуждена обратиться в МВД республики. Нападение на репортеров было совершено 26 сентября в одном из спальных районов Актау, Урген-Жомергена, Асана Милов. В этот момент собирались на очередную съемку. Нападавших было четверо. Не предъявляя каких-либо претензий, они принялись избивать членов съемочной группы. Все, что известно руководству «Станпродакшен» и передвижения в деле об избиении сотрудников, это что стражам порядка удалось установить личность одного из подозреваемых. Им оказался некий Руслан Гасанов. Его, как уверяют полицейские, объявили в розыск. Между тем, до сих пор остается неясным, на какой стадии находится расследование. Также, по словам Натальи Сартбаевой, ситуация усугубляет и то, что дело об избиении журналистов переходит от одного следователя к другому. На данный момент к расследованию готов приступить уже третий по счету сыщик. Если, допустим, не будет серьезного подхода к расследованию, не будет нормального обеспечения нас информацией, мы будем тогда обращаться уже в вышестоящие органы, вплоть до министра внутренних дел Республики Казахстан. Полиция Мангаста, напомню подозреваемого, в нападении на съемочную группу с танки ЗЭД Руслана Гасанова узнали рабочие обоих бастующих предприятий. Оказалось, что еще летом этого года Гасанов приходил к нефтяникам, уговаривал прекратить акции протеста. При этом мужчина представлялся помощником президента и обещал оказать всяческую помощь в решении их проблем. Поклялся Богом, сказал, что он советник президента. Пообещал решить все наши проблемы. Обманным образом он забрал все документы и все записи. Представился Гасановым. Если он меня видит, он очень хорошо меня знает. Ты поклялся Богом. Ты должен прийти сюда и ответить за свои слова. Мы только теперь поняли, кто ты такой. В то время я ему поверил. Он обманул меня, сказал, что клянется Аллахом. Приходил парень, сказал, что охрана президента. Звали его Руслан. Он сказал, что он решит все наши проблемы. Что нужно выходить на работу и освободить площадь. Последнее время он зачастил. Мы подозреваем, что он следил за Аминовым. Пока это вся информация. Оставайтесь с КПлюс и будьте в курсе. Продолжение следует...